Да это же для него тут нет. Так, как ощущения? Хорошие, как обычно. Температура воды 3 градуса. Для человека, который провалился под лед, эта среда критичная. Каждая минута бездействие отдаляет спасателей от положительного исхода спасательной операции. Подойти к утопающему не всегда возможно. Для этого есть другие методы. Вот, к примеру, новое устройство, больше напоминающее надувной трап. После того, как надули, вот эту, она лишняя, не надувается, клапан обратно и выпускается. Подтолкиваем, поднимем. Пострадавшим. Там есть веревочка. И все. И начинает, там есть портни. Меня тяни. Каждый полметра портни. И он самостоятельно. Новое спасательное устройство закупили в исполкоме города, и сегодня спасатели оценили его по достоинству. Но если под рукой этого трапа не будет, действовать придется старыми проверенными способами. Например, бросать утопающему конец Александрова. Вот. Надевает на себя или же на руку. Нет, нет. Нет, нет. Все. Так, здорово помогает. Что, постраховывается? Вытягиваем. Вытягиваем, вытягиваем. Отрабатывали методы по вызволению утопающего при помощи специальной лестницы, а также самостоятельные действия при провале под лед. Ведь спасатели не всегда могут находиться рядом с местом происшествия. Рыбакам для безопасности спасатели рекомендуют иметь вот такое вот устройство, называется спасалка, стоит не больше 100 рублей. Принцип работы простой. Если вы вдруг оказались под водой, то с помощью острых концов легко выбраться из-подо льда и добраться до берега. Сейчас толщина льда на озерах составляет 12 сантиметров. Рыбачить можно, но если человек все-таки провалился, то действовать нужно так. В случае провала не поддаваться панике, звать на помощь, выходить в сторону провала, выходить способом наваливания на лед, с переворачиванием, в дальнейшем на четвереньках и к тому месту, где более-менее крепкий лед. Спасатели совместно с полицией и инспекторами ГИМС проводят ежедневные рейды для того, чтобы рассказать любителям подледного лова о правилах безопасности. Александр Комаров, Евгений Лозаев, Новости НТР.